Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюашвот и в рубрике «Лаборатория политического и военного анализа», сокращенно «Лаборатория пива» с вами Юрий Геменфарк и Александр Блоченко. 6 февраля этого года в городе Пскове была задержана журналистка Светлана Прокопьева, и у нее был проведен обыск. Вменяет ей ни много ни мало, как статью «Оправдание терроризма». Это часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России. «Оправдание терроризма», по мнению силовиков, это фраза, которая была произнесена Прокопьевой, когда она обсуждала теракт, устроенный 17-летним студентом политехнического колледжа у здания УФСБ по Архангельской области 31 октября. Вот эта фраза «Теракт как метод политической борьбы» не зря многие тут же вспомнили народовольцев. Саш, вот я лично в этой фразе абсолютно ничего не увидел, и я не понимаю, что в этом такого. Это не оправдание терроризма, это предупреждение об опасности терроризма. Ну, а во-вторых, давай разберемся, сколько бы нас ни учили в школе и в институте по таким предметам, как история, общество знания, общество видения и так далее, истории политических учений я вот изучал, везде народовольцы всегда были положительными героями. Вот все, согласен, да? Плюс к этому, смотри, вот я специально это 205.2 открываю, называется статья «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Итак, что, как тут звучит? Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, я в ее словах этого не услышал. Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, солидно, да? Или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо лишением свободы на срок от 5 до 7 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. И примечание в виде комментария. В настоящей статье под публичным оправданием терроризма понимается, вот конкретно ее же за оправдание подтягивают, публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными. Нуждающимися в поддержке и подражании. Она же не сказала, что надо подражать этим самым народовольцам, и не сказала, что их надо поддерживать, потому что уже поддерживать некого. Да я больше того тебе скажу, она наоборот сказала, что вот такие методы власти, которые власть делает, они вынуждают людей. То есть она рассказала о причинно-следственной связи. Собственно говоря, вот я просто параллель провожу. Ну, в свое время, когда были теракты, теракты в Америке, в частности, вот этот ужасный теракт 9.1.1, тогда многие комментаторы, они упрекали Соединенные Штаты в том, что вот это произошло вот потому-то, потому-то и потому-то. Правы были эти комментаторы или неправы, это 825 вопрос. Но это не оправдание терроризму, нет оправдания. Это было еще раз создание причинно-следственных связей, их озвучивание. И вот за что ей, что ее меняет, я не понимаю. Самое-то основное и главное, что любое социальное явление, в том числе, давайте от этого не будем отворачивать, что террористический акт это тоже явление какое бы то ни было. Кстати, давай еще оговоримся, что мы ни в коем случае с тобой этого не оправдываем, согласен? Да, на всякий случай надо действительно оговориться. Мы осуждаем терроризм, мы не оправдываем терроризм. Но, но мы осуждаем вот эту дикость, которую творит ФСБ по отношению к Светлане Прокопьевой. Вот это да, это мы осуждаем. Кстати, Юр, ни в одной статье, ни в одной новости, где описываются вот эти события, там про правоохранительные органы, которые это все осуществили, ничего не говорится. Тут еще надо разобраться, кто этим делом занимается. Потому что приехали какие-то люди в масках, там с автоматами, но, допустим, ни в Южрукоме, ни в Метузе, ни на Эхе Москвы не говорится, какой орган этим занимается. Возможно, это центр по борьбе с экстремизмом. Вот, поэтому заранее упрекать не будем. Там же еще вышли и на саму авиастанцию Эхо Москвы в Пскове. Их же оштрафовали, уже оштрафовали на 150 тысяч. По статье 13.15 КОАП Административного кодекса, смотри за что, как звучит эта статья. Выпуск продукции, содержащей призывы к террористической деятельности или материалы, оправдывающей терроризм. Вот это вот, ну, абсолютно, я не понимаю, где тут призывы и где тут оправдать. И журналист, он по сути своей является исследователем. Он так же, как ученый, он должен разобраться, что послужило причиной, предпосылкой или хотя бы поводом для какого бы то ни было явления. Так же? Абсолютно верно. Ну вот смотри, Саш, вот такой интересный вопрос. Вот этот случай со Светланой Прокопьевской, псковской журналисткой. Далее, саратовский случай, когда на студента Саратовского госуниверситета начали давить ФСБ для того, чтобы он писал, завел паблик в социальной сети ВКонтакте, писал там хорошее про ФСБ, а когда он отказался, ему начали угрожать уголовным делом. Саш, вот я не могу отделаться от ощущения, что складывается какой-то вот зловещий пасьянс, что уже силовики, они как-то вот пошли в атаку какую-то, ну я его уже военным языком говорю, на гражданское общество. То есть вообще это уже начинается какой-то беспредел силовиков. Вчера мы с тобой упоминали о том, что, например, Роскомнадзор поставил невыносимые условия перед Фейсбуком и Твиттером. Сегодня уже пошла информация в новостях, что Гугл начал удалять те материалы, которые российским законодательством, российскими судами, признаны экстремистскими, раньше он этого не делал. Поэтому приходится медийным средствам идти на уступки правоохранителям, потому что идет широкомасштабное наступление на все медийные возможности. Интернет, радио, телевидение, печать и так далее. При этом есть еще и так называемый эксцесс исполнителя. Смотри, Псков сам по себе, городишко небольшой, да, такой, ну скажем, заштатный, где-то он там на окраине страны находится. И сидит там начальник какого-нибудь отдела управления там с пальцем в носу и думает, так, надо как-то отличиться, что-то меня никуда не выдвигают на повышение, что-то мне не дали орденов, не дают. И в звании я в своем засиделся. И вот придумали вот такой вот элемент действий, взяли, прошерстили все, что говорила, писала и вывешивала в интернете «Эхо Москвы», и в частности вот эта девушка Светлана Прокопьева. И родили вот это вот дело. Сейчас изымают компьютеры, проводят обыски, штрафуют саму радиостанцию «Эхо Москвы» в Пскове. При этом, Юра, представители движения «Талибан», открыто пропагандирующие терроризм и открыто им занимающиеся, заседают в московских офисах и конференц-залах. Саша, но тогда из твоих слов я делаю другой вывод. Тогда получается, что именно в провинциальных городах, в небольших провинциальных городах, силовики для того, чтобы выдвинуться и получить там звание, премии и так далее, а может быть даже перевод в более другой город, побольше, они будут начинать ляпать такие уголовные дела, как горячие пирожки? Запросто. Ну надо отличаться. А там же еще приходят сверху какие-то шифровки, директивы, типа того, что, а почему в вашем районе ничего до сих пор не выявлено? И вот начинают они бегать там кругами и хватать там журналистов, студентов, еще кого-то, всех, кто имеет какой-то доступ к медийным средствам, к пабликам, в соцсетях, к радиостанциям и так далее. А «Талибан» спокойно живет в Москве в это время. Тогда надо ли понимать твои слова так, что мы вступаем в эпоху массовых репрессий? Да, мы, кажется, вступили уже давно, давай посчитаем, сколько у нас политзаключенных, которые не оправдывали терроризм, они просто отстаивали свои права. Мы им приписываем экстремизм, терроризм, 282, 284, 148, где я перечисляю название статей. Хотя при этом, хватая простых мирных людей, которые просто высказывают свою точку зрения, руководствуясь статьей 29-й вот этой самой Конституции о свободе слова, об отсутствии в стране цензуры, при этом уже который день в очередной раз никто не может поймать этих самых телефонных террористов, да, которые будоражат всю страну и наносят ей огромный материальный финансовый ущерб. Согласен? Да, я согласен с тобой. Не кажется ли тебе, что поскольку гражданское общество молчит, поскольку люди не возмущаются, не протестуют, то это будет только усиливаться? Да, потому что когда чувствуют вот эти все большие начальники, чувствуют безнаказанность, чувствуют свою полную свободу, машина идет в разнос. Ну что ж, друзья, вы слышали нашу точку зрения по поводу обысков у псковской журналистки Светланы Прокопьевой и о том, к чему это все может привести, хотя поправлю сам себя, уже привело. Но я напоминаю, выводы делать только вам. До встречи. При этом, уважаемые зрители, еще раз повторяю и подчеркиваю, мы никаким образом не оправдываем терроризм, мы считаем его огромным злом и никому не советуем им заниматься. И также его оправдывать и призывать к нему. Это страшное зло. Совершенно верно. До свидания.